Здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас в Доме знаний. Меня зовут Ягана Киньязовна, и мы с вами продолжаем говорить о функциях и их свойствах. И, как всегда, традиционно вспомним основную теорию. Что такое функция y равно f от x? Это зависимость y от x по правилу f. Здесь x – независимая переменная, иначе говоря, аргумент, y – зависимая переменная, иначе говоря, функция, а f – правило зависимости, т.е. уравнение, график и т.д. Областью определения функции называются допустимые значения аргумента x. Обозначается определение функции знаком d от y. Множество значений функции – это соответствующие значения функции y, соответствующие области определения функции. Обозначается множество значений функции e от y. И надо помнить, что к каждому значению x ставится в соответствии единственное значение y. А теперь вспомним, как же исследовать функцию. Составим план исследования функции. Первое. Определяем область определения функции. Далее нужно найти область значений функции. Потом находим нули функции, участки возрастания и убывания функции, участки знака постоянства, наибольшее и наименьшее значение и четность функции. Давайте ответим на вопросы. Нас просят привести примеры кусочных функций. Здесь я хочу напомнить вам, что кусочные функции различают непрерывные и разрывные. Давайте рассмотрим эти функции на примерах. Допустим, нужно построить график функции y равно x в квадрате, если x больше или равно минус 2 и меньше или равно 2, и x плюс 2, если x больше 2. Понятно, что на отрезке от минус 2 до 2 график будет представлять собой параболу, потому что функция равна x в квадрате. На промежутке от 2 до плюс бесконечности график представляет собой прямую, потому что y равно x плюс 2. Функция линейная. Итак, строим систему координат и строим графики. Значит, у нас график будет состоять как бы из двух кусков, поэтому функция называется кусочной. Первый кусок у нас – это парабола. Параболу мы строим по трем точкам, где вершина у нас в данном случае будет проходить через начало координат. Получаем на отрезке от минус 2 до 2 параболу. И от 2 до плюс бесконечности у нас прямая. Здесь достаточно двух точек мы подбираем эти точки и строим прямую. Теперь нужно исследовать функцию. Область определения функции – от минус 2 до плюс бесконечности. Это те значения x, при которых функция имеет смысл, существует. Соответствующие им значения функции. Область значений функции – от 0 до плюс бесконечности. Наименьшее значение функции равно 0, наибольшее не определено, то есть не существует. Итак, функция возрастает на промежутке от 0 до плюс бесконечности, убывает на отрезке от минус 2 до 0. Функция непрерывна. Это кусочная непрерывная функция. Идем дальше. Посмотрим на такую функцию. И нужно построить ее график и прочитать ее свойства. Давайте для начала построим график. Здесь точно так же, как и в прошлый раз. На отрезке от минус 3 до 2 функция представляет собой… функция у нас квадратичная. f от х равно минус х в квадрате. И график будет представлять собой параболу. Когда х больше 2, графиком будет прямая, потому что функция превращается в линейную. Итак, строим систему координат и строим наши функции. Если х у нас меняется от минус 3 до 2, то у равно минус х в квадрате. Нам нужно три точки, по которым нужно построить параболу. Строим нашу параболу. Она также проходит через начало координат. Ее вершина находится в начале координат. Далее строим прямую. Обратите внимание, прямая у нас начинается в другой точке и возрастающая является под острым углом к оси х. Свойства. Область определения функции – это объединение промежутков от минус 3 до 2 и от 2 до плюс бесконечности. Область значений функции – это промежуток от минус 9 до плюс бесконечности. Наименьшее значение функции минус 9 наибольшее не существует. Функция возрастает на отрезке от минус 3 до 0 и от 2 до плюс бесконечности. Функция убывает на отрезке от 0 до 2. Функция разрывна в точке х равно 2. Это кусочная разрывная функция. А теперь давайте попробуем построить график вот такой функции. График функции у равно f от х, где f от х равно минус х в квадрате, если х больше или равно минус 2, меньше или равно 2, 3х минус 10, если х больше 2, и минус 3х минус 10, если х меньше минус 2. При каких значениях х значения функции не отрицательны? Итак, строим график. Значит, парабола на отрезке от минус 2 до 2. Прямые на промежутках от 2 до плюс бесконечности, от минус бесконечности до минус 2. При каких значениях х, у больше 0? Вот на графике отмечены эти промежутки. Получаем точки пересечения с осью Ох. То есть приравниваем у к 0 и решаем уравнение. Получаем при х, равном 10 третьих и минус 10 третьих. У нас графики пересекают ось Ох. Получаем промежутки от минус бесконечности до минус 10 третьих. Сюда также входит точка 0, потому что у больше либо равно 0, также при х, равном 0. И от 10 третьих до плюс бесконечности. Вот такие три у нас объединения трех промежутков. Продолжаем. Просят разобрать задания с параметром на построение графиков. Такие задания встречаются в ОГЭ в задании 23. Давайте разберем одно из этих заданий. Построим график функции у равно х в квадрате минус х, деленное на х минус 1. И определить нужно, при каких значениях параметра p прямая у равно p не имеет с этим графиком точек пересечения. Давайте рассмотрим сначала функцию. Вынесем х в числителе за скобки. И прежде чем сокращать х минус 1, нужно учесть ОДЗ. То есть х не должно быть равно 1. Понятно, это будет прямая у равно х, но х не равно 1. Итак, прямую можно построить по двум точкам. Построим ее. И вот здесь показана выколотая точка. При х, равном 1, у нас происходит разрыв. И у равно p – это некая горизонтальная прямая. При разных значениях p она будет принимать разные положения. То есть проходить через различные… То есть у равно, допустим, двум будет проходить через точку 2 параллельно оси ОХ. Ну и понятно, что если p будет равно 1, то прямая пройдет через точку 1, а здесь у нас разрыв этой функции. Здесь общих точек нет. Поэтому она не будет иметь… Эта точка не считается точкой пересечения. И это и будет ответ при p, равном 1. Давайте также разберем понятие четной и нечетной функций. Итак, функция называется нечетной, если область ее определения симметрична относительно начала координат. И f от минус х равно минус f от х для любого х из области определения функции. Графики нечетных функций, надо помнить, симметричны относительно начала координат. Например, вот такой пример нечетной функции. То есть значения функции при противоположных значениях х также противоположны. Четная функция. Функция называется четной, если область ее определения симметрична относительно начала координат. И f от минус х равно f от х для любого х из области определения функции. Графики четных функций симметричны относительно оси координат. Вот примеры четных и нечетных функций. График симметричен относительно оси координат. Здесь относительно начала координат. Относительно оси координат графики симметричны. Например, если вам задали функцию, вам нужно определить, является она четной или нечетной. Для этого нужно взять противоположные значения х и подставить в функцию. Например, функция у равно 5х в квадрате минус модуль х четная. Почему? Потому что если вместо х подставить минус х, мы вновь получаем 5х в квадрате минус модуль х. Если же взять, допустим, функцию у равно 7х плюс х в кубе, подставить вместо х минус х, мы получим функцию, которая противоположна самой функции у. То есть функция нечетная. На этом наш вебинар подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До встречи на следующих вебинарах на платформе Дом знаний. Всего доброго!